Карате – наука и философия борьбы. Это не просто спорт, а отличный метод духовного и физического развития личности, уверен Анатолий Карабань. Уже 10 лет он тренирует воспитанников спортивного клуба «Предвинье», который действует при отделе образования спорта и туризма Полоцкого райисполкома. Все это делается на основе дисциплины и самодисциплины. То есть умение себя настроить, умение преодолеть свой страх, боль, неуверенность в себе какую-то, преодолеть препятствия и в общем-то достичь поставленной высокой цели. Сегодня в клубе занимаются порядка 40 человек. Ученики Анатолия Карабани – увлеченные и целеустремленные. Есть ребята, которые в клубе с самого начала. Среди воспитанников – мальчишки и девчонки – есть и взрослые спортсмены. Условно клуб можно поделить на две группы – начальной подготовки и спортивной направленности. На начальном этапе, когда они сваивают только азы техники карате, значит там достаточно 2-3 раза в неделю заниматься. Но если ты уже становишься спортсменом, кандидатом в команду или уже в составе сборной команды нашего славного города Полоцкого, то тогда уже соответственно тренироваться надо практически каждый день. Те ребята, которые занимаются 3-4 года, участвуют в турнирах регионального, областного, республиканского и международного уровней, становятся спортсменами-любителями. В профессиональный спорт приходят немногие палачане, однако достигают высоких результатов. В любом случае занятия карате им приносят большую пользу, даже в том плане, что они, когда заканчивают свои учебные заведения, будь то средняя школа, колледж или лицей, им гораздо легче поступить в академию МВД, МЧС или в академию авиации. Они, конечно, имеют преимущество перед теми, кто не занимался спортом. В 2008 году клуб впервые принял участие в соревнованиях. С того времени предвиньи регулярно участвуют в турнирах различного уровня. Коллекция наград стабильно пополняется. В течение февраля-марта полоцкие каратисты успешно выступили на трёх турнирах. На шестом первенстве области первое место в командном зачёте. В третий раз подряд. Кубок привезли и из Гомеля. А десятилетие клуб отметил открытым Кубком Полоцка. Как правило, участвуют самые большие города, такие как Минск, Гомель, Могилёв. То есть клубы из самых крупных городов Республики Беларусь, которых мы всегда приглашаем. Значит, это у нас уже был девятый турнир. То есть последние восемь турниров в командном зачёте также мы побеждаем. За два месяца три кубка и 39 медалей, причём больше половины золотые. Всего же за время работы клуб завоевал 25 командных кубков и более 250 медалей в личных зачётах. Что, как не такое количество наград, свидетельствует об успехе предвинья. У нас команда дружная. У нас существует костяк команды на протяжении ряда лет. У нас подрастают ребята, которые новички, вот они приходят и шаг за шагом, постепенно, они растут в своём мастерстве, набираются опыта и, соответственно, выступают вполне успешно. В сентябре начнётся новый сезон. Чтобы заниматься в клубе, необходимо заявление от родителей и наличие медицинской справки. Родители, которые хотят, чтобы их дети занимались каратэ, по всем вопросам могут обратиться к тренеру Анатолию Карабаню по телефону 8033-387-7773. Чтобы результат был достаточно успешный, тут, как говорят, три кита должно быть. Желание самого ученика, желание родителей помочь в этом деле. Ну и тренер. Тренер должен любить свою работу. Ну, я, естественно, её люблю. Люблю. И моя задача, как я её сам вижу, максимально раскрыть способности каждого своего ученика, вот, насколько это возможно. Чтобы он достиг какой-то своей задачи, цели. КОНЕЦ КОНЕЦ